всем привет сегодня у нас опять урал лесовоз как всегда опять ремонтирую снял кпп часа два наверно два с половиной может так все открутил и скинул видно что с коробки текет там сразу же невооруженным глазом потому что сейчас покажу направляющая выжимного такая штуковина как правильно называется она даже что-то не знаю типа крышка первичного вала сальником и направляющая выжимного здесь идет и получается вот в этом месте вот здесь вот все масли вот тут вот коробка вот здесь масло вот здесь все масли первичный вал торчит из коробки тут немножко вот так вот он масле а здесь уже сухой дальше идет где диски вот здесь вот внутри все диски сцепления сухое но видно что именно вот отсюда выходила видать и валом так раскидывалась в стороны а ну как вот здесь вот сама корзина тоже сырая такая под машину сейчас залезли посмотрим покажу вот такой видок коробка стоит тут шланг поменял вот от помпы идет вот он туда ну вот это как она братка как малый круг вот он идет шланг это помпа вот это шланг и он потек недавно смотрю прям пошла так текет антиферис такой красный видно сразу он как это короче он такой задубил уже твердый стал вот такой видок здесь две дощечки такие на цепь лебедка и тросик сейчас залезем снизу там покажу получается вот здесь вот все масло вот здесь вот так все масло тут все масло полностью здесь и у насос мне кажется это думаю вряд ли это насос будет пропускать ну конечно может и бывают такие случаи что из-за насоса что-то прокладка но оно не видно что я тут что-то вылезло так бы куски прокладки какие-то тут вылезли были чего-то я не знаю насос не должен это до прошлый раз когда коробку стоял проверял все болты подтягивал как бы ну они туго все были все нормально плотно все сидит туго вряд ли там что-то но видно было короче вот этот носик торчит в этой крышке и вот здесь вот как бы получается вот здесь все все масло было здесь уже шлицы сухие вот они даже видно тут литолом смазал когда коробку ставил прошлый раз диски что там это ходили лучше тоже весь масле вот корзина и вот она сверху масли тоже такая тут вот нажимной пятак от масли тоже а вот там диски уже сухие даже не знаю сейчас так видно будет не диск вон сухой там внутри и туда немножко конечно попадала тоже вот здесь там вот стенки тоже по стенкам там и сделать здесь сверху там но там туда дальше смотришь маховик сухой вон там маховик сухой все вот эти зубья вон там сухие ну видно что с коренного не текло это сто процентов коробки диски я прошлый раз менял они черт новые стоят оба диска тут отрегулирована все это подкручивал тут все регулировал настраивал пятак ровно чтоб настоял заодно еще в коробку масла добавлю там немножко ниже уровня тут как раз пробка сверху вот здесь тоже так сделали неудобно на камазе вот здесь пробка на мазовской коробке вот с этой стороны там такая сбоку раз ее открутил туда наливай здесь так по дурацки сделано как то тоже как вот тут наливать пробка вон она сверху стоит и там вот ну как кабина получается на вот но там такое расстояние где-то муж и там ну подлезть и там подлезешь открутить то может можно это неудобно будет конечно ключом этим солдатиком красным четырехгранник такой четырехгранник ну как заливать то тут все равно не зальешь ну какой-то шланг такой кривой принципе можно так залезть его какой-то загнутый шланг кимов шарманкой я заливаю тут все это вот здесь вот какая-то заглушка вот здесь есть пробка я не знаю для чего она и откручиваешь на про маленькая на 8 что где-то или на 10 не знаю откручиваешь и через нее и шприцом закачиваешь или можно шарманкой также здесь вот это уровень открывая пока отсюда потекет смотришь потекло все хватит тут закручивать закручиваешь готова такая короче ситуация сто процентов сальник хочу немного расскажу сейчас про коробки вот про ту коробку которая у меня стояла раньше почему она накрылась вообще он стоит со старой коробки снял вот этот эту крышку эту направляющую сальника посмотреть чисто что там внутри может думаю тут два сальника стоит уже проточена такая как бы крышка видно такая старая какая-то уже древняя такая вся какая-то покоцанная тут уже все такая и вот это которая на этой коробке стоит на новенькая или я не могу понять или она новая ставилась или сама по себе коробка такая как бы не старая муж как-то в консервации откуда-то или хрен его знает но видно покрашена все видно может конечно это только меняли одну крышку вот у меня та коробка старая что-то стало брякать ну и там шестерни стали болтаться из-за чего все это произошло скорее всего как я думаю я думаю насос там плохо качает но сначала думал то который вот в коробке расстоит который подает масло он подает его вот сюда как раз в эту полость вот по этому каналу где вот вот канал и вот здесь уже вот он канал там проходит масло сюда и вот сюда выходит вот через этот отверстие здесь тоже также вот он сюда заходит сюда выходит то вот этот сальник то и нихера не держит потому что здесь его как бы на постоянно он тут масло находится здесь под давлением каким-то по-дурацки сделано почему сделан один сальник непонятно даже на камазах это два сальника стоит там еще один сальник такой большой одним поменьше немножко я покажу сальник сам который стоял здесь я выковырил кое-как еще выковыривать то его неудобно или вытащил так вот загнул край край как будто подогнул как подковырнул сначала так немножко потом сюда стукнул так подогнул и потом уже отсюда вот так вот как-то раз вот так он вылез у меня так плотно сидел и вот сальник 42 64 0 сальники вот это сальник дерьмовый 100 процентов он такой какой-то какой-то некачественный сальник как бы не сказать что там такой он какой-то жесткий там или чё но сейчас вот как бы это тут тепло в гараже более-менее где-то на улицу на морозе вообще твердый такой становится твердеет его так нажимаешь и даже не или такие или сгибаешь его так твердый такой твердый ну износ есть немножко я покажу его без нос выработка есть какая-то небольшая но не сильно так не скажешь как то что silena прям износ вам там неравномерного здесь вот это больше и выработка вот здесь вот сервис 1917 поменьше как то как-то неровно брат они со вкусного commercials то есть что ли как я не поймуовалиcheまあ-то дело не совсем идеально новый но все равно нормальный сальники счет он будет а вот я не знаю в другом месте это он стоял бы и стоял еще 100 лет ничего бы его не было балком то же вам все ровненькие такой гладкий садиров нету потенциальный короче я купил 15 рублей стоит ну вот это стоит он типа такой же тоже похоже даже завод будет один и той же потому что вот я скажу вот завод написано с к а вот вот внутри здесь написано с к вот эти сальники за 15 рублей вообще дерьмо он как вот даже этот взять это 60 уже рублей сальник стоит он какой-то такой мягче какой-то такой тут мощнее так все сделано вот это вот фаска как она так называется кромка вот это она мощная такая с этим он тоненькая такая его чабу ставить этого сальника так сразу же и тут фирма другая сейчас покажу в пт или как в рт и вот этой вставай коробки здесь сальник уже стоит покажу вот он сальник вот он видно его нажимаешь он вот мягкий мягкий вообще какой-то в силиконовый рекой я не знаю но видать этот непростой такой куда не за 15 рублей скорее всего какой-то специальный сальник видимо качественных ну что он вот сколько лет уже стоит я его ни разу не менял летит опять или шесть только вот я уже езжу на этом урале вот я сальника это не менял вот он мягонький такой еще он какой может какой-то второй сальник или там какой-то не знаю непростой резиновый какой-то но он не резиновый вот он вот и рвал вот куски оторваны вот его берешь прям так и его кусками рвется если не знаю одной рукой не получится но получится нужны вот берешь вот куски эти торчат вот я оторвал кусок вот просто просто руками отрывая вот это резина что я не все это все вот такие сейчас резина техника вся резина техника вот она такая непонятно из чего сделаны сальники вот это сальник вот он сто процентов такой же тоже какой-то вот так начни рвать он также будет руками рваться а по идее должен тянутся кого-то кризиса должна тянуться растягиваться ты очень сложно как бы ее порвать резин и вот я к чему это все получается вот на этой коробке на старый вот сальник стоял такой хороший качественный вот она не дни она не текла она вот сколько лет я работал считается сальник уже сколько до меня еще получается это когда его лет шесть-семь там назад муж коробку снимали и ремонтировали что-то делали вот сальника поставили и она ничего не текло но тут есть загвоздка 1 почему коробка накрылась вот это почему она жужжать начала и там эти вот втулки дачу разбиты там на 2 передачи на 3 там шестеренки так болтаются это показывал еще но вот она стоит вон здесь но она сейчас закрыта там не показать разбирать не буду сейчас я специально крышку там снимать ну короче смысл какой насос качая до масло закачивает вот сюда вот давление как бы заходят и выходит сюда вот в этом как был через это отверстие в эту в это место ну там как там вал такой идет толстый я покажу и вот здесь получается вот в этом месте вот он идет ты как окно большего диаметра такой как бы выступ на валу здесь отверстие под смазку ну получается сюда масло заходит отсюда от насоса сюда вот заходит масло и туда по валу заходит дальше там и смазывает там первичный первичный вторичный вторичный вал верни и получается вот эта крышка уплотняется здесь сальник стоит она вову вот тут в этом месте а вот здесь вот она просто как ну как максимально близко с крышкой а тут должно быть там зазор тут какой то есть маленькие все очень чтобы как бы давление ну туда заходила вал чтоб она сюда на наружу то не выходила чтобы максимально туда попадала большее количество масла в вал туда внутрь а если вот здесь вот как мы получили тогда просто будет насос будет качать тут через крышку вот вот отверстие насоса вот вот насос ты вот отверстие это нужно будет закачиваться и сюда просто будет сюда раз и на улицу вытекать обратно в коробку через подшипник не короче смысла тут никакого нету возможно тут вообще насос муж не качает я не знаю может учет накрылся насосом может что-то клапан там какой-то заело там у него вот здесь вот типа здесь клапан ляст и вот может он чудо клапан там закусила там что-то он давление стравливать или вообще не качать ли может еще изношенные шестеренки слабый насос какой-то ну скорее всего вот здесь масло выходил я покажу в чем причина получается причина в что вот здесь в этой крышке вот вот диаметр идет здесь до 1 . вот она или а вот здесь уже другой это же как больше диаметра тут дальше как раз вот где вот это вот выходит вот этого и уплотняться она должна и вот здесь вот как проточена не знает а из проточили сами тут уже протачивали как она так и завода и так скорее всего сами проточили не кажется это станке просто токарным взяли так сняли специально чтобы видимо специально сделано чтобы тут не создавалось такое но большое давление что туда масло не шло через первичный давал но наружу отсюда как бы она есть ну стравливается просто сюда в коробку обратно и все ну и получается и вал туда не попадает меньше масло выпадает кто-то мне писали в комментариях даже типа ну вот масло так начинает течь через сальник деревянный чопик забивает туда в маслоприемник и он как на масло просто не качает сюда и так просто ездит прямо но только самое главное только чтобы это как накатом чтобы не ехать если накатом не будешь ехать то она как сама будет смазываться там будет у шестеренки это будет там туда-сюда крутится все равно будет смазка выпадать на подшипники на эти втулки получается когда крышку одеваешь на первичный аркадий он здесь вот люфт получается для сравнения вот здесь ровно все идет вот нет неких проточек суровень к и видно здесь как он задевала этого видимо задевал чуть-чуть из коль за здесь вот видно немножко задевал как-то покажу вот видно фаска такая как скрою увидел тут включился когда немножко тут задевал скользом и получается вот здесь оно все плотно идеально вообще почти вплотную и масло которая попадает отсюда для смазки, оно тут все, как сказать, закачивается туда именно в вал. Тут почти, ну, мимо не выходит. Ну, сколько-то выходит немножко, может. А здесь все мимо льется. Тут оно вот сюда закачивается, и сюда раз, и на улицу, сюда обратно в коробку. В вал не попадает для смазки подшипников. Потому вот подшипники и накрываются. Ее давно выкинуть надо, давно уже металлом, по идее. Ее вот поставили, я не знаю, видимо, какая-то старинная, что ли, каких-то или специально здесь вот проточили. Так проще проточили бы под второй сальник, еще раз, ну, чтобы лучше было. По идее, тут вот место есть, оно войдет. Даже так войдет. Вот второй сальник. Спокойно сейчас вот можно засунуть его. Примерно вот он так. Допустим, вот он так где-то засунется. Ну, немножко перекрывать будет отверстие вот это. Вот это отверстие вот чуть-чуть перекрывать будет, но его тут в сальнике прям проточку такую, ну, вытащить так отверстие такое. Наждаком просто проточить, и все, ставишь тут, чтобы масло проходило, главное, сюда вот. Вот такая ситуация, короче, получается та коробка, она просто там не смазывалась ни хрена. Так что я тут не виноват, что она накрылась, ну, когда я на нейтралке летал там, это тут ни при чем. Тут все масло выходило мимо бы. Даже если бы с гора спускался, если бы, допустим, на нейтралке вот здесь едешь, здесь-то плотно все, и масло, когда ты на нейтралке ешь, двигатель-то работает, и масло все равно сюда качает, и туда в вал попадает все равно масло все. И будет смазывать эти там втулки эти. Получается, я замерил где-то, ну, 2 миллиметра. Вот этот диаметр больше. Так, по кругу миллиметр щель тут выходит. И потому из-за этого еще тут и не текло масло никогда. Сколько лет, считай, есть же масло тут никогда не текет. А кто многие вот говорят, что оно постоянно тут текет, этот сальник протекает. Постоянно меняют их, снимают что-то, меняют там, на месяц хватает, на два там. Ну, два-то я сделаю, нормально будет. Надо какие-то, типа, фторовые сальники или там какие еще есть, не знаю, из каких-то ну, качественных материалов, которые дорогие. Такие гладкие. Вот сколько лет сальник стоял. Вообще, вон, идеально мягкий. Вообще, он гнется так вот, просто так. Раз, как рукой. Как будто бы новый какой-то, можно сказать. Эту крышку я сегодня отдал токарю. Мне ее протачили. На 5 миллиметров, короче, я туда ее углубил. Тут получается, ну, железо вот тут до края, где-то сантиметр. И на 5 миллиметров углубил я. Думаю, не сломается, наверное. Я не знаю, поскольку снимаю там, какую глубину делаю. Вот этот, который там внутри будет стоять. Его обточил я. Вот он, видно обточенный. Немножко так. На наждаке просто вот сюда. Он здесь на наждаке вот так вот обточил. Он где-то получился у меня сейчас где-то уже, где-то 9 миллиметров шириной. Даже меньше, наверное, чуть-чуть. Но его сильно много тоже не сточишь. Вот он начинает уже здесь юбку стачивать. Вот здесь. Такие бы найти сальники. Ну, точно такие же, только чтобы они тоненькие были. Есть на 8 бывает. Я тут искал, нигде нет. По идее, даже если 2 на 8, где-то или 7 с половиной может будет. Если найти, то можно будет даже, тут не протачивая, два сальника, они подойдут. Ну, как раз будет. Получается, будет 15 миллиметров. Ну, высота. И 15 миллиметров получается. Вот здесь не смотреть. Ну, вот так вот он здесь примерно. 15 миллиметров. И тут верхний сальник немножко нам будет тут как выемку такую в сальнике сделать просто. И все. Чтобы он как бы, ну, тут масло проходило лучше. И все, в честь все равно будет. Как бы все равно проходить. Даже и без выемки будет проходить. Все. Вот такая ситуация, короче, с этими, с этой коробкой. Кто-то обратили внимание, вот тут пружина такая лежит. Угадайте с трех раз, откуда эта пружина такая. Кто если не в курсе. Кто не в курсе, тот не угадает ни хрена. Ну, вот по этому крючку можно уже определить. Вот сюда пружина такая. Этот крючок где-то... А, вот второй крючок что ли? Короче, эта пружина с колодок, с тормозных. Тут когда недавно вот тоже ездил. Вот еще одна неисправность была сейчас. Это расскажу. Ну, еду, еду, что-то остановился там, короче, по горам еду. Там со стороны мутихи. Там по горам спускаешься, подтормаживаешь. Ну, колодки просто смотрю, как там нагрелись, не нагрелись, там щупаю руками. И раз смотрю на одном колесе, что-то как горячая дымит аж. Там ее снегом так раз, она шипит аж диск. Ничего себе, думаю. Ну, барабан тормозной. А я-то еду еще, главное, когда чувствую, что-то в горке как-то так тяжеловато, как-то идет он. Ну, понял, что что-то не то, что-то внутри там. Вот видно слом. Вот в этом месте. Вот она. Видимо, от старости просто пружина сама по себе сломалась. Ну, как, получается, колодки так разошлись в стороны. Они разошлись, так и постоянно тормозят, как бы, получается. И плюс пружина там еще задевала, там немного скользом так, в одном месте. Ну, хорошо, это колодки ничего не сломались, там чуть-чуть покоцанные такие они были. Но колодки, правда, подносились так, уже такие как тоньше стали. Ну, не сильно там намного. По идее, хватит на зиму-то. Веревку новую купил. Увязку. 10 метров. Допустимая нагрузка. Тут же пыль и что-то. Металлург. Завод Металлург. Самара. Эту коробку, вот, по идее, ее перебрать, надо вот эту крышку другую ставить сюда. По-любому новую. И вот эти втулки там, я не знаю, разбирать ее и смотреть. Ну, сейчас, понятно, не буду потом, на следующий год или когда, не знаю, в запас ее можно собрать. Так-то она нормальная, все как бы держит, передача не вылетает, ничего как бы. Просто она, когда иногда едешь, она что-то как начинает жужжать. Едешь, где-то брякает внутри эти шестеренки что и болтаются вот здесь в конце такая шестерня большая 2 передачи и на вот так вот люфтит сильно так вообще так и ну шевелишь руками прямо так тык 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 люфт такой 3 тоже болтается на поменьше и 4 там 4 нормально вроде бы видимо масло вот сколько-то качала до 1 до там 5 передача там получает 5 4 тут они что-то масло дотекало там до 3 немножко там кое-как а до 2 взять вообще ничего не доходило масло она же еще между прочим почему вот так коробка накрывается в книжке вообще написано по коробкам по этим когда машина холодная сейчас движок запускаешь и надо вообще коробку подогревать сильные морозы там где-то минус 30 там и сколько там я не знаю там не помню сколько написано градусов получается не только двигатель греть надо ну подогреваешь двигатель само собой чтобы завести ее и коробку тоже на подогревать потому что масло густое становится и когда ты допустим двигатель заводишь получается первичный вал тоже начинает все крутится он крутится там насос масляный этот не качает да ну как масло густое не закачивается видео а там-то крутится все шестеренки тоить кверху поднимается масло все равно но опять она как бы она поднимается и наоборотах окну раскидываться будет по стенкам сюда а масло густое нужно истекает ну вязкая такое как особенно если масло такое простое минерал какая-то там часто тут я заливаю полусинтетику лукойловску 75 в 90 вязкость какой темп 5 или какой там есть м4 залить она вот уже густое будет тсп там или какое-то не знаю они вообще густые на морозе застывают солидол становится масло это написано там главное в инструкции или типа надо слить масло это допустим вечером подогрел его с утра раз туда заливаешь обратно это тоже так так интересно так сделано это вот заливать так так по приколу вообще так заливать сливать это масло каждый день тут ладану слита ладно быстро сольешь а вот заливать оттуда интересная вся пробка сделана вот сверху вот на пробка тут кабина уже идет вот так тут дырки в кабине никого нету чтоб туда что-то По идее на кабину там разбирать Полики скрывать Чтобы добраться до этой пробки Чтобы залить аккуратно Через воронку допустим Интересно сделано пробку Я вообще не могу врубиться Вот сделайте вот здесь сбоку Такой как отлив Или вот тут можно сделать Такой отлив И тут большую пробку Нельзя так сделать Или вот здесь на крышке Допустим здесь какой-то отлив Да вот здесь Хоть с той стороны В любом месте Где-то вот внизу Пробку открутил сюда Эту большую пробку открутил Заливая с этой контрольной Потекло масло Все готово Все сделано через жопу Пробка есть Она сверху на толку Никакого толку нет От этой пробки Она нужна вообще сверху Ну это если без поликов Ездить в кабине там Или какую-то в полике Дырку вывезет Такую специальную Горелку газовую Под коробку Раз Или поян лампу Все Она махан Пять секунд Там Пять минут Она нагреется Нахер там его сливать Масло Вот инструкции Тоже интересные делают Ну понятно что Если Такие сальники делают Тут все так Все текает масло Постоянно через жопу Все сделано Два сальника Нельзя поставить Как на КамАЗе Нет Надо все через жопу Все сделать так Чтобы все текло Масло там Чтобы заливать Где-то пробка Непонятно где вверху Конструктора Конечно такие Это ЕМЗ Это вообще Конкретные Извращенцы Так сказать Чтобы не ездить А ремонтировать Именно Запчасти покупать Все вот такое Что-то мудрить Химичить Перетачивать Там на два сальника Делать Переделывать Вот это вот все Как так вот Я вообще не понятно Переточили На два сальника Сейчас будем радоваться Ездить Вот диаметр Да Вот 54 диаметр 54 плюс сантиметр Он как эти вот Получается 64 миллиметра Да Вот тут вот Диаметр вот На вот этой На нормальной крышке И сейчас здесь смотрим Вот она Даже вот вставляю Сейчас Вот Вставил да И вот какой люфт Вот он ходит Как Два миллиметра Разница Тут 66 Прикольно Вообще Будет по кругу Один миллиметр Зазор Вот он так Плотно Вот этот вал тут Стоит так Перекрывает Никаких щелей Тут нету Ну там Какие-то доли Там миллиметра Есть Щели Но масло Тут не успевает Сюда вытекать Потому что Насос Он все равно Качает объем Большой масла И он Получает Сюда в вал Заходит И смазывает Там все Вторичный этот вал Подшипники Там и все Короче Вот такой вот Видок получился Здесь один сальник Верхний Вот он Проточил его Немножко Сейчас Поближе Так приблизим Вот он Он тут резиновый Почти такой Где-то Миллиметра Два Наверное Три Это резиновый Такой буртик У него получается До железного Вот этого Ну до каркаса И немножко Каркас подточил Железный Чуть-чуть По идее Можно даже Каркас не точить Оно и так Нормальное Отверстие получилось Можно и ниже По идее Проточить Но оно мне кажется Достаточно И так будет Все Вот такой вид Два сальника Вон они Видно Вот один И второй Пружинки Подтянул Немножко Как обычно Ну чуть-чуть Подрезал их Вон Кусачками Сейчас вот Литольчиком Немного намазать Так Сверху Чтоб когда На вал Доставить буду Чтобы Как бы Ну аккуратно Там не задралось Ничего Но по идее Можно маслом Даже каким-то Намазать Конечно Какие-то бы сальники Еще хорошие Качественные Вообще Второвые Там Или какие-то Ничего у нас Нету Здесь в городе Но думаю Сейчас Это пока Надолго Хватит А да Еще показать Хочу По поводу Сапуна Он коробку Поставил Уже Все Стоит на месте Осталось Только Ну прикручивать Все Многие еще В комментариях Писали Тут Что типа Сапун Такого Такой вообще Не может быть Чтоб тут Сапун Замерз Сто процентов Почему Потому что Когда едешь Коробка нагревается Вообще Очень сильно Она вообщем Горячая Такая становится Даже в мороз Даже если Допустим Минус 30 С утра 2-3 часа Работы Ну Езды И все И коробка Уже Теплая Такая Горячая Можно сказать Ну не горячая Но теплая Будет точно Плюс Еще Тут Двигатель Вот он Рядом Вот Движок Получается Сцепление Тут все Это Нагревается Двигатель Нагревается Сцепление Нагревается Через Него Коробка Нагревается Тоже Ну и она Сама По себе Коробка Нагревается При работе Ну шестерни Там же Трутся Все Это Масло Крутится Вертится Там все Шестеренки И плюс Еще Двигатель Такая Получается Горячий Коллектора Рядом Вот здесь Вентилятор Сюда Воздух Гонит Сюда Как бы Загоняет Вниз Под кабину Как получается Тоже Тут тепло Постоянно Короче Оно невозможно Тут даже Снег Попадает Тут Он высыхает Сразу же Даже вода Какая то Если будет Она махом Высыхает Просто А тем более Там что-то В сапуне Чтоб Что-то Замерзло Это вообще Сто процентов Такого Не может Быть Ну я его Выкрутил Посмотрел Там Он нормальный Все Целый Датчик Можно поставить Я не буду Ничего делать Сейчас датчики Здесь ставить Неохота Ну некогда Времени Нету Сейчас Ковыряться Провода Надо подключать Все это Делать Датчики Ратчики Тут все Это Мудрить Короче На морозе Тоже Такая Неважная Деталь У меня Кнопка Включается Здесь Просто На панели Кнопку Раз И фонари Заднего хода Горят Ладно На этом Будут заканчивать Показал Что-то Рассказал Не знаю Какую-то Хрень Может Наболтал Тут Что-то Не того Такие Делают Крышки Не знаю Скорее Все Мне кажется Сами протачивали Видимо Специально Чтобы сюда Масло Не гнало Через Первичный Вал На улицу Видимо Так протачивают И оно Чтобы лишнее Масло Сливается И нормально Сальник Не текет И как бы Коробка Все Зашибись Там Как бы Как-то Там Работает Пока Не накроются Втулки Допустим Масло Коробка Под давлением Смазывается Там же Втулки Стоят Получается Это Передача Она Вторая На самом Конце Вала Стоит И Если Вот Тут Допустим Не плотно Масло Не попадает Мало Попадает А ты Допустим Едешь Подъем На второй Передаче Вот Получается На второй Передаче Нагрузка Очень большая Допустим Даже На пониженной Какой-то Второй Или Просто Буксуешь Где-то По плохой Дороге Буксуешь А там Получается Шестерня Вторая Здоровая И на нее Нагрузка Такая Громадная Идет Получается Эта шестерня Крутит Всю эту Массу Всю машину Тащит А там Втулка Стоит В шестерне Между валом Шестерней И туда Масло Не попадает Насос Не закачивает На командских Коробках Там Эти ролики Стоят Игольчатые Подшипники Они как бы Там уже Все равно Какое-то масло Есть какая-то Минимальная Смазка Оно хватает А здесь Много масла Было Желательно Под давлением Туда Загонялось А тут Ты едешь У тебя ни хера Там масла Ты под нагрузкой Идешь Так что Не надо На нейтралке Катиться В горку И так вот Накроется Эта шестерня Эти втулки Износятся Почему я говорю так На нейтралке Ты когда едешь Получается Нагрузки Никакой нету Шестерни Просто в холостую Крутятся Они так вот Бляк 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 Просто так Крутятся И все Без какой-либо Нагрузки При этом Нижний вал Тоже крутится Он же работает Двигатель Не глушится И нижний вал Снизу масло Захватывает Он все равно Как бы Наверх Попадает На верх Шестеренки Они все равно С них Там масло Стекает Где-то Если он попадает Туда Во втулки Где-то Попадает Все равно Ну и плюс Насос Закачивает Масло Туда Через вал Первичный Туда Но самое главное Нагрузки То нету Нагрузка Шестерня Без нагрузки Идет И поэтому Получается Что на нейтралке Когда спускаешься Она не так сильно Будет влиять На износ Вот этих втулок Это сто процентов Потому что Нагрузки нету Если Ну нагрузки На деталь Нету никакой Но если Совсем Масла там нету Понятное дело Она будет Изнашиваться Но если Там какое-то Все равно Разбрызгивание масла Все равно Какое-то есть Все равно Попадает Плюс двигатель То работает Если бы двигатель Заглушил И вообще Там не крутилось Вот это вот Получается Впервые Это промежуточный Первичный вал Вообще не крутился А только вторичный Один от коробки От раздатки Вернее Там бы крутился Только Тогда только Вот уже Это да Опасная ситуация Могла бы Сникнуть А это все Это все Из-за того Что Вот это Вот Или вот Из этой херни То что масло Не качает То что Или может Насос просто Масляный Плохо качает Или вообще Не качает Или вот Заглушки забивают Туда в маслоприемник Тоже вот Считаю Тоже кирдык придет Ну или вот Такая проточка Допустим Сделана Вот здесь В крышке В этой Ресальник Тут стоит Получается Даже насос качает Он все мимо Там выходит Все масло Давление Никого нету Туда вал Ничего не попадает И все И вот Под нагрузкой Когда в горку Поднимаешься И все Или буксуешь Где-то по грязи Там где-то буксуешь На второй На первой Это ничего не будет Первая получается Передача Она Там уже другая Шестерня идет Она там Она не смазывается Там она по-другому сделана Там вот Именно вторая Вторая и третья Вот они На второй и третьей Передачи Вот когда едешь Тогда и все И накрывается Вот эта вот Ну втулка Там все изнашивается Под нагрузкой Ты едешь Там такое давление На втулку На эту все Так оно там Давит Масло там начинает греться Все гореть Там синеть Все это Эта втулка начинает Ну металл Все этот Задирать начинает И все И приходит Кирдык там всему Вот такая короче Вот Ну я так думаю Ну короче говоря Думаю вот так вот Такие обстоят дела С этим всем С этими втулками Все тогда на этом Буду прощаться И так что-то Какое-то видео Длинное получилось Не знаю Тут много что-то Наболтал Лишнего наверное Старался как бы Так все объяснить Кому если интересно Это как бы Вот по коробкам По этой всей херне По ямзовским Этим коробкам Дебильным этим Которые Ну никому не нравятся Ну по идее Вот как я заметил Вот она как-то Вот коробки Вот Вот эта коробка Которая стояла Она считает Сколько лет стояла Получается Я отъездил на этой коробке Уже Где-то лет 5-6 Там или сколько Расточена Вот так вот Туда масло не попадает И то сколько Она Ни хера Не изломалась Она вот все работает Она даже сейчас До сих пор работает Синхронизаторы Включаются Все передачи Четко как бы так Ну так Вот эта вторая Третья так не очень Потому что ну Шестеренка-то болтается Втулки там разбиты уже По идее Ну ездить-то можно Передачи Не вылетали Ни вторая Ни первая Там никакая Не вылетала Ничего По идее Коробка мощная Такая как бы сделана Ну ресурс коробки Очень большой такой Как бы мощно Все сделано А на Камазовской Помню у нас Камазовская коробка На том Урале Старом была Там что-то мы Там постоянно Передачи Почему-то вылетали Вот тогда она накрывалась И потом Там какие-то шайбочки Регулировочные Там между валами Там где-то стоят Я что-то не помню Уже там Как-то Постоянно короче Мы там Сначала вообще передачи Что-то перебрали коробку Синхронизаторы Поменяли А что-то там накрылись И короче Передача стала вылетать Постоянно Первая или там Вторая Или тоже вроде бы Потом разобрали Опять коробку По-новому Что-то там вот эти Регулировали Регулировали Ну стало получше Немного Но все равно Как-то вылетала Передача какая-то Первая что ли Надо постоянно Так придерживать рукой Где-то спускаешься С горки И так потихонько Придерживаешь Так ее Ну чтобы это Если не держишь То она тихонько-тихонько Раз тык И вылетает Почему-то А вот на этих На Ямзовских Такого тут Ну не было ни разу У меня При этом втулки Все там разболтались Шестерни вот так Болтаются На второй передаче Третьей И она не вылетала Ничего Как бы Ну все равно Ямзовская Как бы по идее Она ну как бы Мощнее сделана Все равно Чем Командовская Кто что Пишите в комментариях Кто что понял Если кто не понял Там лайки ставьте Там Не знаю Там Репосты Там Все такое Там Такой ремонт Завтра Сделаю Сегодня уже не успею Конечно Сколько что смогу Сделаю Тут сегодня Завтра доделаю И в путь опять В путь В путь Лес возить Лес Лес Это Как стоять Экономика района Нашего Красновешевского Больше тут нихера нету Ну нефть еще есть С газом Ну это уже Это там где-то Лукойл Ну где-то Газпром Ну это там уже Где-то там Где-то уже Ну у нас К нам-то это А лес-то тут у нас рядом Мы-то тут рядом Мы-то в лесу живем Лесные люди Как получается Мы-то тут Ну этот лес-то косим Пилим потихонечку Продаем Так сказать Деньги зарабатываем А до Лукойла Нам далеко До нефти На бурить Там это Сложный процесс Короче Буровые вышки Дорогие очень Это еще До этого мы не дошли Так сказать Ладно Всем пока Всем всего хорошего И ну С прошедшими праздниками С Новым Годом Опять еще раз С Новым Годом С Новым Годом С Новым Годом С Новым Годом